Договорное право. Лекция номер 11. Правовое регулирование хозяйственных отношений по выполнению работ и оказанию услуг. Договор подряда. Итак, на сегодняшней лекции мы с вами поговорим о правовом регулировании договора подряда, рассмотрим его разновидности и дадим характеристику. Итак, понятие договора подряда. По договору подряда одна сторона, подрядчик, обязуется выполнить по заданию другой стороны, заказчика, определенную работу и сдать ее результат заказчику. А заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее. Пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, договор подряда – это договор о выполнении определенной работы, имеющей материализованный результат, изготовление или переработка вещи, выполнение ремонтных работ и так далее, с передачей результата заказчику. Юридическая характеристика договора подряда – это договор консенсуальный, возмездный, взаимный и двухсторонний. Итак, сторонами договора, как уже вытекает из определения, являются подрядчик и заказчик. Ими могут быть как физические, так и юридические лица, но в рамках их специальной правоспособности. Как уже мы сказали, договор подряда всегда является консенсуальным. Как правило, он заключается в письменной форме. Устно могут заключаться только договоры между гражданами на сумму, не превышающую 10 минимальных размеров оплаты труда. Оформление осуществляется либо путем составления договора, либо квитанцией, либо иным документом. Иногда используется типовая форма. По общему правилу, если иное не предусмотрено договором, работы выполняются из материала подрядчика, его силами и средствами. При этом он отвечает за надлежащее качество материалов и оборудования, на котором выполняются работы. Если же в соответствии с договором работы выполняются из материалов заказчика или на его оборудовании, подрядчик обязан использовать материал экономно и расчетливо. После окончания работы отчитаться перед заказчиком об израсходовании материала, возвратить его остатки, либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающихся у подрядчика остатков и материалов. Существенными условиями договора подряда являются предмет договора, который описывается в статье 703 Гражданского кодекса Российской Федерации, цена работы, обычные условия, и еще одно существенное условие – это сроки выполнения работы. Статья 708 Гражданского кодекса Российской Федерации. Итак, предметом договора могут быть выполненные работы и материальный результат. Договор подряда заключается на переработку или изготовлении вещи, либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. В договоре определяются сроки выполнения работ. Обычно устанавливаются начальные и конечные сроки. Могут быть установлены и промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ. В договоре, а также в законе, может быть предусмотрено личное выполнение подрядчиком обусловленной работы. В остальных случаях подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц, так называемых субподрядчиков. При этом он выступает как генеральный подрядчик и несет перед заказчиком ответственность за невыполнение субподрядчиком обязательств, вытекающих из договора. Основными обязанностями подрядчика являются выполнение работы по заданию заказчика, обеспечение ее надлежащего качества, сдача результатов работы заказчику в обусловленный договором срок. По общему правилу подрядчик организует работу и определяет способы ее исполнения, но и несет ответственность за ненадлежащие качества и сроки выполненной работы. Например, по договору бытового подряда права гражданина потребителя, то есть заказчика, защищаются законом Российской Федерации о защите прав потребителей. В обязанности заказчика входит принятие выполненной работы и ее оплата. Способом обеспечения данного обязательства является право подрядчика на удержание результата работы, а также принадлежащих заказчику оборудования, остатков материала и другого имущества заказчика до уплаты им соответствующих сумм. Статья 28 Закона о защите прав потребителей устанавливает за нарушение сроков выполнения работ законную неустойку в виде пени 3% за единицу времени. Цена работы определяется статьей 709 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена может указываться определяться путем составления сметы, включая компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. А способы ее определения могут быть если они не учтены в договоре то есть нет указания на цену определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего кодекса. При выполнении работ или оказании услуг составляется смета. Она может быть приблизительной или твердой. В каком случае рассчитывается приблизительная смета? Если нет твердой цены заказчик может ссылаться на ее уменьшение или увеличение если в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. А твердая смета составляется когда известна цена конечная цена выполненных работ или оказанных услуг и она изменению не подлежит. договор подряда часто путают с другими видами договоров. И сейчас мы рассмотрим основные отличия. Начнем мы со сравнения договора подряда и трудового договора. ну прежде всего отличие будет в том какими нормативно-правовыми актами регулируется каждый из перечисленных договоров. Договор подряда регулируется гражданским кодексом Российской Федерации а трудовой договор соответственно трудовым кодексом. сторонами в договоре подряда являются заказчик и подрядчик а в трудовом договоре работодатель и работник. Предметом договора подряда будет выполнение работ и конечный результат а в трудовом договоре должностные обязанности работника. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора по договору подряда будет наказание в форме неустойки а при реализации трудового договора будет дисциплинарное взыскание. Отчисление в бюджет подрядчик предоставляет декларацию в налоговую а при трудовом договоре отчисление в бюджет производит осуществляет работодатель порядок выполнения работ в договоре подряда выполнение работ связано с конечным сроком трудового распорядка нет при выполнении трудовых обязанностей работник подчиняется трудовому распорядку оплата подряда в договоре подряда это цена договора в трудовом договоре это заработная плата и ответственность сторон в случае нарушения условий договора подряда будет гражданско-правовая ответственность а при нарушении условий трудового договора дисциплинарная ответственность. Сравним следующие два договора. Договор подряда и договор купли-продажи. Прежде всего у них будут разные стороны. У договора подряда это заказчик и подрядчик, в договоре купли-продажи это покупатель и продавец. Различен также и предмет этих двух договоров. В договоре подряда это выполнение работ, создание вещи, либо улучшение вещи, ремонт, переработка и тому подобное, плюс материальный результат. В договоре купли-продажи предметом будет не только вещь, но и энергия, имущественные права, имущественные комплексы. То есть гораздо шире предмет. Также результаты работ, выполненные по заданию заказчика, это индивидуально определенная вещь, а при договоре купли-продажи вещи, определенные родовыми признаками. Условия договора. В договоре подряда регламентируется взаимоотношение сторон в процессе изготовления товара или оказания услуги. В договоре купли-продажи опосредуется лишь передача вещи в собственность покупателя. Процесс появления вещи у продавца находится вне сферы договорного регулирования. Также необходимо сравнить договор подряда с договором возмездного оказания услуг. Разные предметы у этих договоров. В договоре подряда это выполненные работы плюс материальный результат, а в договоре возмездного оказания услуг определенное действие, либо определенная деятельность, которую исполнитель обязан осуществить. Допустим, образовательные услуги это определенная деятельность. Возмездное оказание услуг предполагает оплату за получение определенных знаний, то есть изменение субъекта, который вступил в эти отношения, а не появление новой вещи или выполненных работ. Хотя сходство безусловно есть. Стороны в договоре подряда это заказчик и подрядчик, а в договоре возмездного оказания услуг это заказчик и исполнитель. Рассмотрим виды договора подряда. Различают бытовой подряд, строительный, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Давайте рассмотрим поподробнее каждый из этих видов договоров. Бытовой подряд. Уже по самому определению видно, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина, заказчика, определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Это публичный договор. Он регламентируется пунктом первым статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны договора бытового подряда называются подрядчик и заказчик. Подрядчиком может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, а заказчиком физическое или юридическое лицо. В данном случае заказанная работа удовлетворяет лишь личные, семейные и бытовые цели. Особенности бытового подряда можно найти в расторжении договора. Статья 731 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик и подрядчик могут расторгнуть договор в любое время до сдачи результата. Если заказчик уплатит подрядчику часть цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместит подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Вот, допустим, такой пример. Заказчик заказал сшить пальто подрядчику. Допустим, это ателье. На одной из примерок заказчик, лицо физическое, произвело примерку этого пальто, этого изделия, но оно было еще не готово. И в момент примерки приняло решение отказаться от данного изделия. Но ведь подрядчик уже потратил часть средств для того, чтобы пошить пальто. Уже есть затраты материала, уже есть затраты труда, времени, электроэнергии. Таким образом, заказчик должен уплатить ту часть уже израсходованного сырья, материалов, электроэнергии, часть оплаты труда, которая уже вложена, пусть еще не в готовое изделие, но начатое. Еще одна особенность бытового подряда – это цена работы, которая регламентируется статьей 735 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цена работы определяется соглашением сторон, не может быть выше устанавливаемой или регулируемой государством. Оплата производится после окончательной сдачи работы при заключении договора полностью путем выдачи аванса. То есть возможны несколько форм оплаты. Еще одна особенность бытового подряда заключается в том, как обнаруживаются недостатки выполненных работ и каким образом они устраняются. Итак, заказчик вправе осуществить одно из прав, предусмотренных в статье 723 Гражданского кодекса. Потребовать безвозмездного повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами. То есть в случае обнаружения недостатков во время приемки результата, он может требовать в течение гарантийного срока устранить недостатки или в течение разумного срока, но не позднее двух лет для недвижимого имущества пяти лет со дня приемки результата. Также особенностью бытового подряда является такой факт, как неявка заказчика на приемку. Допустим, необходимо было принять построенный дом, но заказчик не приехал на приемку. Соответственно, не составлен был акт и работы не были приняты. Подрядчик может предупредить заказчика, если он не может приехать на приемку, по истечении двух месяцев со дня предупреждения. В случае неявки заказчика за результатом или иного уклонения заказчика от его приемки, подрядчик вправе продать результат работы за разумную цену, вырученную сумму за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит в определенном порядке. Допустим, дом выстроен, заказчик не является на приемку. Проходит время, ведь нужно объект охранять, это затраты. Нужно каким-то образом продолжать работать на других объектах. То есть стоит работа, время идет. Подрядчик по данной статье, опираясь на нее, может, если он испробовал все способы, попробовать продать данный дом и разницу. То есть часть затрат, которые он понес, вернуть себе, а оставшиеся деньги положить, ну это может быть депозит или может быть какой-то счет. То есть в случае, если заказчик обратится, у него деньги, остатки средств на выплату заказчику будут лежать в банке. Еще одна разновидность, строительный подряд. Вот пример, о котором мы говорили, он, наверное, больше все-таки подходит к этому виду. Итак, определение. По договору строительного подряда подрядчику обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект, либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Статья 740 Гражданского кодекса Российской Федерации Предметом договора строительного подряда по статье 740 Гражданского кодекса являются строительство, реконструкция, монтажные и пусконаладочные и иные работы, капитальный ремонт и тот результат труда, который будет предусмотрен в результате выполненных работ или оказанных услуг. Когда по договору подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых нужд или других личных потребностей заказчика, к такому договору применяется правило о правах заказчика по договору бытового подряда. Допустим, строительство частного дома. А если мы говорим о том, что это потребности не личные, а, допустим, потребности каких-то предприятий или юридических лиц, тогда речь пойдет как раз о строительном подряде. Стороны называются подрядчик и заказчик. Подрядчик – лицо, юридическое или индивидуальный предприниматель. Заказчик – физическое лицо или юридическое лицо. Особенностями строительного подряда является такой факт, как риск случайной гибели вещи. Под риском случайной гибели понимается риск возможного нанесения убытков в связи с гибелью или порчей имущества по причинам, не зависящим от сторон обязательства. В случае непреодолимая сила также согласно пункту 3 статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации таким фактом может быть признана непреодолимая сила. Это чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. Статья 741 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик. Рассмотрим пример из судебной практики. Юридическая квалификация обстоятельства как непреодолимой силы возможна только при одновременном наличии совокупности ее существенных характеристик. Непреодолимая сила характеризуется двумя характеристиками. Чрезвычайность – это исключительность, выход за пределы нормального, обыденного, необычность для тех или иных жизненных ситуаций, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах. Чрезвычайный характер непреодолимой силы не допускает квалификации в качестве таковой любого жизненного факта. Ее отличие от случая в том, что она имеет в основном объективную, а не субъективную предотвратимость. Рассмотрим такую ситуацию, как досрочная приемка выполненных работ или оказанных услуг. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата, выполненных по договору строительного подряда работ, либо, если это предусмотрено договором выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным, но лишь в том случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Каким же образом осуществляется приемка особенностей строительного подряда? Давайте рассмотрим, как это происходит. Если подрядчик не известил заказчика о завершении работ по договору и не назвал, не вызвал его для участия в приемке результата работ, то подрядчик не может ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ, не может требовать их оплаты на основании одностороннего акта сдачи результата работ, так как фактически объект в установленном порядке заказчику не передавался. То есть, пока не принят результат, оплаты выполненных работ быть не должно. Рассмотрим примеры судебной практики. Фабула. То есть, суть данной ситуации. Подрядчик обратился в суд с исковым заявлением о взыскании заказчика основного долга по договору подряда. Из материала дела следует, что между сторонами спора заключен договор подряда, согласно которому подрядчик лично, а также с привлечением третьих лиц, обязался изготовить алюминиевые строительные конструкции и выполнить строительно-монтажные работы на объекте в соответствии с приложениями к договору и передать конструкции и работы в собственность заказчику. Заказчик со своей стороны обязался принять и оплатить результат работ в размере, порядке и на условиях, определенных договором подряда и приложениями к нему. Доводы истца. Неисполнение ответчикам обязанности по оплате работ, выполненных истцом по дополнительным соглашениям. То есть, работы были выполнены, а оплаты за них не последовало. Исковые требования. Взыскание с заказчика основного долга по договору подряда. Решение суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Апелляция. Суд апелляционной инстанции счел вывод суда первой инстанции правомерным, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие факт выполнения истцом работ по договору подряда. Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Поскольку подрядчик не известил заказчика о завершении работ по договору и не вызвал его для участия в приемке результата работ, то последний не может ссылаться на отказ заказчика от исполнения договорного обязательства по приемке работ и требовать их оплаты на основании одностороннего акта сдачи результата работ, так как фактически объект в установленном порядке заказчику не передавался. Судебные акты по делу оставили без изменения. Особенности строительного подряда в приемке еще заключаются в том, каким образом подписаны промежуточные акты приемки работ. Не означает перехода заказчику риска гибели объекта. То есть, если результат работ или промежуточный акт приемки не подписан, то риск случайной гибели к заказчику не переходит. Он остается на подрядчике. Подрядчик обратился в арбитражный суд с иском. Суть дела. Подрядчик осуществлял строительство административного здания, речного пароходства. Весенним разливом реки, сопровождавшимся подъемом воды выше предельных отметок, смыло фундамент. И работы по его сооружению подрядчик вынужден был выполнить повторно. Что же решил суд? Давайте посмотрим. Итак, исковые требования. Взыскать заказчика задолженность по оплате работ. Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска по следующим мотивам. Согласно пункту 3 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае приемки результата этапа работ заказчик несет риск гибели или повреждения имущества, которые произошли не по вине подрядчика. Акты, на которые ссылается истец, подтверждают лишь выполнение промежуточных работ для проведения расчетов. Они не являются актом предварительной приемки результата отдельного этапа работ, с которыми закон связывает переход риска на заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик. При таких обстоятельствах фундамент здания должен быть восстановлен за счет подрядчика и заказчик обоснованно отказался от возмещения стоимости повторных работ. Еще один вид подряда, разновидность договора подряда, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. По договору подряда данного вида подрядчик, проектировщик, изыскатель обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и или выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. Статья 758 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны также называются подрядчик и заказчик. Подрядчиком может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, а заказчиком физическое лицо или юридическое лицо. Но к подрядчику принимаются, точнее на подрядчика возлагаются дополнительные обязанности. Он должен иметь лицензию на проведение данного вида работ, проектных или изыскательских. Обязанности той и другой стороны вытекают из статьи 760 и 762. Увеличим, чтобы было удобнее читать. К сожалению, цвет не позволяет это делать. Итак, обязанности подрядчика. Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными. Подрядчик не в праве. Передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика. Также он гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации. Обязанности заказчика. Уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения работ или уплатить ее частями после завершения отдельных этапов работ. Использовать техническую документацию полученную от подрядчика только на цели, предусмотренные договором. Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика. Оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре. Участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации в соответствии с соответствующими государственными государственными органами и органами местного самоуправления. Возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ в следствии обстоятельств, независящих от подрядчика. Привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявляемому к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ. Таким образом, данный договор будет действовать только на условиях, которые согласованы с заказчиком и отказ заказчика от исполнения договора, заявленный после доработки подрядчиком проекта, не лишает последнего права требовать оплаты стоимости выполненных работ по разработке проектной документации. Примеры судебной практики. Итак, фабула. При рассмотрении иска, заявленного проектировщиком, к заказчику о взыскании долга за выполненные работы по договору на создание проектной продукции установлено, что стороны заключили договор на создание проектной продукции, которая разработана истцом и принята ответчиком по акту без замечаний. В рамках другого дела арбитражный суд установил некачественность выполнения работ проектировщиком, в результате чего последний осуществил доработку проекта и передал его заказчику. Компетентные органы установили факт доработки проекта. Заказчик уведомил письмом проектировщика о расторжении в одностороннем порядке договора. Исковые требования. Взыскание долга за выполненные работы по договору на создание проектной продукции. Решение суда. Иск удовлетворить. В соответствии с условиями договора и статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. В рассматриваемой ситуации ответчик заявил отказ от исполнения контракта после передачи ему результата работ, который должен быть оплачен. Техническая документация или материалы с результатами изысканий передаются подрядчикам после их согласования с заказчиком. С передачи технических документов или материалов изысканий о подрядчика к заказчику обязанности подрядчика по выполнению работ считаются исполненными. Следовательно, за них нужно платить деньги. Еще одним видом договора подряда являются подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, по данному договору контракту подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие, связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить или обеспечить их оплату. Сторонами данного договора являются государственный заказчик. Он может быть представлен государственными органами, органами управления, государственными внебюджетными фондами, казенными учреждениями, иными получателями средств федерального бюджета, бюджетов-субъектов Российской Федерации при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. Пункт 2 статьи 764. А подрядчиком по данному договору является физическое лицо или юридическое лицо. Пункт 1 статьи 764. Стороны договора по муниципальному контракту. Соответственно, муниципальный заказчик, который может быть представлен органом местного самоуправления, иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. Пункт 2 статьи 764. Подрядчик, соответственно, физическое или юридическое лицо. Государственный или муниципальный контракт должен содержать 1. Условия об объеме и о стоимости подлежащих выполнению работ. 2. Сроках ее начала и окончания. 3. Размеры и порядки финансирования и оплаты работ. 4. Способах обеспечения исполнения обязательств сторон. Для выполнения договора составляется специальный документ, а после проведения работ составляется акт сдачи приемки, который передается заказчику. Заказчик его подписывает, принимая работы. И данный документ является приложением к договору подряда. Таким образом мы рассмотрели с вами основные виды договора подряда и примеры судебной практики. Спасибо за внимание. Продолжение следует...